Приз за лучший маневр на дороге. 50 женщин-лихачек проверили свою выдержку на прочность. В Краевом центре состоялся второй этап чемпионата по скоростному маневрированию среди представительниц прекрасного пола. На время автолюбительницам предстояло выполнить 8 упражнений. Здесь упражнение, где участница может себя проявить. Называется оно «Ромашка». Это фишка центровая, она обезжается всегда. На автодроме конкурсантки проходят сложные витражи трассы. Автолюбительницы выполняют упражнения, начиная со змейки, потом дрифты на «Ромашке», заезд на эстакаду. За ошибки судья выставляет штрафные баллы. Стараюсь быть объективным ко всем. Правила для всех одинаковые. Особое внимание при движении задним ходом, колея. Такие основные ошибки. Конкурсантка под номером 13 в соревнованиях участвует впервые. Стаж вождения у Татьяны Пестеревой более 10 лет. Ей потребовалось менее трех минут, чтобы мастерски проехать по трассе и выполнить все задания практически с ювелирной точностью. Однако на финише грубая ошибка. Проезд за стоп-линию. Это непередаваемые эмоции. Все кажется, что ты ничего не знаешь, ничего не помнишь. Ну, конечно, только-только эмоции, если честно. Потому что тот стаж водительский, который есть, то, что ты там был на заседании, каком ты слушала внимательно. Как ты должен будешь это все проехать? Это, конечно, совершенно другое. В этом году организаторы соревнований усложнили задание. Но, несмотря на это, попробовать свои силы и получить порцию адреналина изъявили более полусотни автолюбительниц. Реакция была ошеломительная. Звонки, письма. Запишите меня и меня. Что надо делать? Столько вопросов. То есть, желающих масса. Ну, у меня просто я телефон не выпускала из рук. Регистрировала и регистрировала участниц. Победителей жюри определила по лучшему суммарному времени. Самые быстрые и аккуратные гонщицы получили грамоты и кубки. В октябре этого года состоится заключительный этап чемпионата, на котором выберут лучшую автоледи Хабаровского края. Анастасия Пиццион, Дмитрий Попуша, Хабаровская студия телевидения.